Убеждение, знание, основание, мысль, опыт, слово, уверенность, жесткость, позиция. 18 часов 3 минуты в Москве, в студии Наталья Гончарова. Здравствуйте. Это программа «Позиция» и отстаивайте. Сегодня будет председателем наблюдательного совета Института демографии и миграции регионального развития. Наш постоянный гость Юрий Крупнов, Юрий Васильевич. Рад вас видеть вновь в студии РССР. Уральская пресса сегодня пишет о заседании Челябинского областного суда. Мы мониторим ситуацию, что происходит в регионах. На днях там выносили приговор банди таджиков, организованная группа, которая контролировала весь уральский наркотрафик. Цирк. Такая характеристика дается тому, что происходило в зале суда. Преступники, по версии следствия, завозили тонны героина и убили два человека. По этому делу проходили два убийства. Они вели себя, как, я зачитаю, как скоты. Орали и матерились на судью, приставов, журналистов, пытались выломать решетку. А судья Челябинского областного суда, вместо того, чтобы поставить их на место, запретила фото- и видеосъемку, вызывала преступникам и врачей по их требованию и отчитала всех присутствующих, включая конвоиров. Даже прокуроры были в шоке. Мы никогда не сталкивались с таким бардаком, говорят они. Преступникам дали большие сроки. Но сейчас речь не о наркотиках, которые заваливают весь Урал, не о преступлениях, которые там совершаются, а о поведении подсудимых. На Ура.ру, кстати, это... Я знал, что вы процитируете именно этот кусочек именно из этого СМИ. Есть большой материал, и те слушатели, которые интересуют детали, они могут почитать. А как бы на самом деле, вы уверены, что было именно так на самом деле? Мы доверяем в данном случае своим коллегам. А я, например, не очень доверяю. Так. Почему? Не потому, что я не доверяю конкретно. А просто понятно, что, например, за последние 10 лет почему-то регион Уральский стал чуть ли не эпицентром антитаджикской пропаганды, между прочим. Вы считаете, почему-то? Почему-то? Ну, например, знаете, как... Например, бывает, что для того, чтобы кого-то одного продвигать, надо другого кого-то мочить. Например, понимаете? Хорошо. Вы не верите освещению средствам массовой информации? Я не верю. Я просто не уверен, что... Потому что мы все с вами читаем одно и то же СМИ. Давайте мы сошнемся на заявление прокуроров. Да. Прокуроры говорят, что мы никогда не сталкивались с таким. Но все-таки... Нет, нет. Вопрос заключается в другом. Вопрос, что как конкретно себя вели люди там в зале суда, это одно. Надо их наказать, там, посадить, возмутиться и так далее. Другое дело, что из этого дальше раскручивать? Я же про это говорю. То есть, раскручивается, по сути, тем более в ситуации вот с нашим летчиком в Таджикистане, которого осудили на 8, по-моему. И которым обязательно сегодня с вами обсудим эту ситуацию. Которым мы скумем, да. То как бы это все начинает становиться, в общем, такой, ну, такая бытовая драка под большим алкоголем со всех сторон. Понимаете? То есть вы считаете, что это просто пропаганда какая-то? Нет, это не пропаганда. Понимаете? Понимаете, это все, во-первых, все, где участвуют СМИ и заявления, это все пропаганда по определению. Потому что люди что-то пишут, а что-то, например, не пишут. Что-то забывают написать и так далее. Сегодня пишут, а вчера не писали и завтра не будут писать. Поэтому, ну, мы рассматриваем СМИ как средство давления. Поэтому мне, я вам говорю просто как аналитик, который этим занимается, что последние 10 лет Урал становится эпицентром мысли, что таджики едут сбывать только в Россию героин, что в этом виноват Таджикистан. Более того, в той же статье и в других указываются конкретные совершенно люди среди руководств Таджикистана, которые якобы крышуют этот наркотрафик и так далее. Вот. Дальше возникает вопрос, что это означает. Зачем это делает? Вот, вот. Зачем это делать? Ваш ответ. Мой ответ, это делается для двух задач. Первая задача, что при этом, так или иначе, кого-то при этом не выявляют, кто не менее важен, чем те вот таджики-бандиты и так далее. Потому что это называется отвлечение на недолжный объект. А второй момент, и я готов это в отдельном месте аргументировать. А второй момент, это означает, что это просто в основном пиар, потому что из этого ничего не будет следовать. Потому что нет ни доказательств реально, серьезных, по типу, ни по конкретному судебному делу. Там все прокуроры, адвокаты, все они обсудили, вынесли. Я имею в виду по всем этим заявлениям. Понимаете? Потому что по большому счету, если взять ситуацию в согре. Я с большим уважением отношусь к инициаторам вот этой ситуации, когда ее начали пиарить Евгением Вадимовичем Ройзманом. Давайте для наших слушателей скажем, что Ройзман присутствовал и на этом судебном процессе. Я про это и говорю, поэтому возникает. Но возникает всегда вопрос, потому что, например, в согре никак не доказывается и абсолютно отсутствует фактор наркотиков. Но именно он был распиарен исходно, понимаете? Поэтому я это к чему говорю? Что давайте мы в сложные вопросы не будем слушаться только в один голос. Очень важно. Я вообще не говорю плохо, хорошо. А другого-то нет голоса. А другого-то нет. Ну и что из этого? И что из этого? Ну мы должны почерпнуть откуда-то информацию. Да, вот для нас рисуют картину. Вот один художник нарисовал картину, другой нет. Проблема в другом. Почему именно эту информацию? Почему именно сегодня? Вопрос-то в этом. Почему мы не с другой обсуждаем? То есть вы считаете, что ситуация на Урале с наркотрафиком, в частности, она искусственно нагнетается? Нет, она очень тяжелая. И она крайне тяжелая. Но такого рода нагнетения мы эту ситуацию не разрешим. Вот в чем вопрос. Как мы ее разрешим? Мы ее разрешим через то, что мы серьезно займемся и Центральной Азией, и Афганистаном развитием. То есть я Евгений Вадимович, знакомый, и я очень к нему хорошо отношусь. Но если мы реалисты и мы хотим уничтожить трафик, то этот трафик можно уничтожить не через то, что мы будем вести антитажикскую пропаганду, понимаете? А будем возвращаться в Центральную Азию, как великая страна. Будем вкладывать, инвестировать средства, в частности, по Таджикистану, в ту же Рагунскую ГЭС, которым отказались инвестировать и вообще разбираться в этом вопросе. Оказались в своих обязательствах. Понимаете, в чем дело? Вот в чем вопрос. А мы, мы не работаем в главном, а дальше мы отвлекаемся на, в общем, по большому счету информационный шум, который создается, ну, к сожалению, в основном ради каких-то частных интересов и вопросов. Но что заставит нас заниматься решением этих проблем, если не информационный шум? Если его не будет, разве... Не информационный шум заставит. Информационный шум все путает. Потому что информационный этот шум работает на то, что, да, вообще в гробу мы видали Среднюю Центральную Азию, хорошо, что развалился СССР, хорошо, что их отделили. И дальше, как батюшка один предложил по прямому, так сказать, телевизионному эфиру на «России-1», нужно пару крылатых ракет в Афганистан, ну, и еще, может, кто-то предложит Таджикистан. Ну, по крайней мере, с той статьей, о которой я говорю, это не следует. Как не следует? Ну, как не следует? Ну, дело не в том, что из этой статьи следует. Дело в том, что все, ура, ру, уважаемый ресурс, очень активный, агрессивный в чем-то, молодцы, умницы. И так, Евгений Вадимович, понимаете, вот начинается эта линия продвигаться, а другая, как вы правильно говорите, не продвигается. Но все из этого делают вывод, что таджиков надо закрыть, киргизов надо закрыть, плюс еще мигранты проблемы, которые, так сказать, тоже надо просто так закрыть, и вся решится, и так далее. Вот, реально ничего при этом не решает, потому что ничего не закроешь, границы не построишь, там, с тем же Казахстаном 7600 километров, понимаете? 7600 километров. Юрий Васильевич, я пытаюсь понять, хорошо, а что тогда делать местным журналистам, сотрудникам того же портала УРАРУ, не писать об этом? Нет, 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 а уходить от пропагандистско-узких задач. Они же пропагандой занимаются, они, они, они не хотят разбираться в ситуации. Подождите, они в данном случае просто описали поведение подсудимым, взяли суда. Наталья, схема в учебниках о медиалогии, о СМИ и так далее, что якобы журналист отражает реальность, такие схемы закончились в 1964 году. Просто. Когда книжка вышла Маклюэна «Галактика Гутенберга», где было показано, что СМИ не отражают, а преобразуют мир и так далее, и мы это по Ливии прекрасно видим, как СМИ полностью, там, на 90% организовали всю военную кампанию. После этого утверждать, что СМИ что-то там отражают, как такое зеркало и так далее, ну, на мой взгляд, это просто, ну, не серьезно. Вот давайте на позицию эту поставим. Журналист отражает реальность, схема, журналист отражает реальность, сейчас не работает. Да она, это чудовищная, чудовищная схема. Считает? Да, конечно, потому что журналист, журналист отражает три вещи. Первое, на что у него голова научена, потому что один больше отражает, другой меньше. Второе, что ему сказано его хозяевам, его СМИ, что ему можно говорить, и что ему сказали сегодня говорить, и нет. И третий момент, это момент, связанный с тем, что, как бы, где у него есть профессиональное, с точки зрения расширить ситуацию, сделать ее максимально, насколько возможно, объективно. У нас почти нет таких профессионалов в стране. Итак, в журналистике мало профессионалов. Журналисты это агитационные, агитационные бригады. Это агитация, и он не отражает реальность. Конечно. В полном ее объеме. Не просто в полном, а вообще не отражает. Не отражает. Так считает наш гость, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития Юрий Крупнов. И если вы разделяете такую точку зрения, звоните 916-5581. 916-5581. Нет, вы в корне с этим не согласны. Потому что как бы он не отражал, криво или косо, косвенно или напрямую, но если не журналист, то мы в принципе об этом не будем знать. Считаете вы, то тогда звоните по телефону 916-5582. 916-5582. Итоги голосования подвезем через несколько минут и будем принимать звонки от тех слушателей, которые не согласны с нашим гостем. Позиция. Стоять до последнего. 66%. 66% наших слушателей разделяют вашу точку зрения. 34% готовы поспорить. 66% так же, как и вы, Юрий Васильевич считает, что вот эта схема журналист отражает реальность. Давно не работает, но по крайней мере сейчас, в данных условиях, в России. 788-107-0. Это телефон прямого эфира. По правилам нашей программы мы принимаем звонки только от тех слушателей, которые могут не просто поспорить, но и аргументированно изложить свою позицию. Телефон для самосообщения. 8-925-101-107-0. 8-925-101-107-0. Так же пишите посредством сайта русновости.ру. И вот как раз через сайт написал нам один из наших постоянных слушателей Брэнговин. Он пишет, как я понял крупного, нужно вкладывать деньги в Таджикистан. Молчается о таджикских наркоторговцев, поголовно уничтожающих русскую младежь. Абсолютно правильно понял про вкладывать деньги. Абсолютно это не связано с тем, что поддерживать наркотрафик. Наоборот, только так мы реально не болтая и не понты строя вот такого рода высказывания, а реально можем избавиться от наркотрафик. Более того, не просто в Таджикистан, в Афганистан надо вкладывать деньги, а главное силы и проекты. И если Россия это делать не будет, мы развалимся, как развалился Советский Союз. Я вам напомню, что за год в июле, по-моему, 90-го года, за год до развала СССР, мы вот буквально через месяц будет 20 лет этого события страшного. Мы все тиражировали, читали Солженицына, как обустроить Россию, его брошюрку. Комсомолка, по-моему, чуть ли там не 2 миллиона только комсомолка издала тиражом. И там было написано, что Средняя Азия и то, что русские пришли в Среднюю Азию, это гигантская ошибка. Что ее надо отдать, как раз вот за полтора года до развала СССР. Что Кавказ тоже нужно отдать. Это все писал Солженицын. И вот эти люди, как Солженицын, те, которые говорят, что я там за таджиков, таджики там враги и так далее, тому подобное. И эти люди теперь разваливают Российскую Федерацию. Понимают, они не понимают другой вопрос. Это уже, так сказать, вопрос к их самосознанию. Но это и есть враги России. Это люди против русских. Вот я русский. Я русский. И я прекрасно еще раз вам говорю. Русские это те, кто понимает, что надо инвестировать в Центральную Азию. Пока мы не начнем инвестировать в Центральную Азию, мы и в Кострому не начнем инвестировать, в Кировскую область и Псковскую. Вот в чем суть вопроса. Как только мы развалили СССР, ушли из Средней Азии, то мы потеряли все, что можно. И начался этот, как раз, кстати, наркотрафик. Наркотрафик начался тогда, когда мы перестали поддерживать и инвестировать в Центральную Азию. Залитанов пишет, ну, раз журналисты, агитаторы и пропагандисты, то Юрий Васильевич тогда трижды пропагандист. Раз нужен Евразийский союз, не надо писать плохо о таджиках и властях Таджикистана. Я не пропагандист, я хуже. Я человек, и я очень рад, что я нахожусь в передаче «Позиция», я человек с четкой, ясной, вслух декларируемой позицией. Поэтому я говорю, нам нужен Евразийский союз, нам нужна новая большая страна, таджики, наши братья, так же, как киргизы, туркмены, узбеки. И все, кто выступают против этого, это люди, которые выступают против русских. Вот это моя позиция. Это не пропагандист, я не говорю, что поверить, нет, я говорю, это моя позиция. Я на этом стою, я работаю, живу для этого. И, на мой взгляд, все остальное, все остальное, вот кто, так сказать, это не понимает и начинает примешивать сюда разные физиологические чувства, там, ненависти, спекуляции на конкретных ситуациях с летчиком и так далее, это люди работают против России и русских. Ну вот, Иван пишет, у него есть свои аргументы. Возвращаться в Среднюю Азию, Афганистан, слишком затратное мероприятие для России, не принесет быстрых результатов. Быть может, для борьбы с наркотиками в России эффективнее и быстрее жесткие сталинские методы? Не согласен, абсолютно не согласен. Хотя уже здесь начинается серьезный диалог, это нормальная постановка вопросов, проблематизация, очень правильно. Не согласен. Почему? Первое. Мы границ все равно не закроем. Еще раз повторяю, Казахстан 7600 километров. Вы можете представить себе, что это такое? Кстати, с развалом СССР наши границы уменьшились, по-моему, всего на тысячу километров. То есть, там 60 было 3000 километров, общий, так сказать, периметр границ. С развалом СССР, казалось бы, все сузилось. Нет, 60 там одна тысяча. То есть, границы те же, страна скукожилась, геополитического цивилизационного субъекта на мировой арене нет. Второе. То есть, границы мы не закроем, они будут дырявые, надо с ними работать, но это мы не закроем. Второй момент. Реально возникает вопрос, хорошо, ну не нравится в Афганистан инвестировать, в Среднюю Азию не нравится инвестировать, нормально, нет проблем, все, не нравится. Но мы же не инвестируем никуда и в Россию. Мы же вывозим капитал, только по официальным данным 40 миллиардов в этом году вывезено капитал. Сообщение о 29-м, мы же от Дагестана, от Чечни откупаемся, а вы предлагаете еще и Таджикистан содержать. Это по поводу инвестиций в российские регионы. А вот смотрите, я же предлагаю, обратите внимание, не подкупать и не содержать, я предлагаю развивать. Более того, я вам скажу проще, пока мы не начнем развивать Центральную Азию и не вкладывать туда гигантские деньги, мы не начнем развивать, еще раз повторяю, Кострому, Кировскую область, Псковскую, Дальний Восток и так далее. Это иллюзия. Потому что я помню, мне один человек, который очень серьезно работает по направлению Центральной Азиатской, он говорит, ну вот я лейтенантом выпустился из армии, из сибирского села, выпустился лейтенантом, приехал в Таджикистан и опупел, просто говорит, опупел, одурел и стал ненавидеть таджиков. Я говорю, почему? А потому что, говорит, в моем сибирском селе не было дороги из райцентра в село, просто никакой. А у них, говорит, каждому горному аулу по асфальтированной прекрасной дороге, представляете? И я, говорит, стал их ненавидеть. Я им говорю, хорошо, но это было 25 лет назад. Сейчас за 25 лет развалился СССР, отделен Таджикистан, у тебя появилась дорога от твоего райцентра? Нет, не появилась. Поэтому это бессмысленное сопоставление. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития. До этого момента я зачитывала СМС-сообщение, сообщение на сайт, но нужно все-таки дать слово и слушателям, которые звонят в эфир. Сейчас небольшая реклама, и потом будем принимать от Возвонки. Ни тени сомнений. Позиция. Мы развили тему широко и глубоко развили, но давайте все-таки вернемся к начальной формулировке. Позицию мы ставили на голосование, что журналист сейчас не отражает реальность, считает наш гость Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития. И 66% наших слушателей с ним согласились, 34% все-таки считают, что если не журналист, мы бы об этих проблемах не узнали. Пусть они пишут однобоко, косвенно, не косвенно, со своей точки зрения, своей колокольной, судят ситуацию и преследуют какие-то возможности, свои цели. Но без этой деятельности мы не сможем заниматься проблемой, потому что не будем о ней знать. Вот так считает 34% наших слушателей. Сейчас я обращаюсь к ним. 788-107-0, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Делайте, пожалуйста, тиши приемник. Вы в эфире говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, вас зовут? Денис Навкран. Да, Денис. Я согласен с вами. Денис, очень плохо слышу. Потому что, конечно, Россию, к сожалению, я считаю, что мы проиграли уже. И вот эта вот фобия, фобия там таджика, фобия, да, киргиза, фобия, она настолько уже проникла в нашу кровь, что мы не сможем это переломить. Это отнюдь не означает, что, наверное, не нужно вкладывать. Нужно вкладывать, но и в Афганистан. Я был в Афганистане, в общем, я давно уже вернулся из Афганистана. И, будучи там, я стал понимать, что мы туда влезли куда-то не туда, да, и, в общем, как бы с ранением, там, с железками на груди вернулся. Это неважно. Но мы проиграли страну уже давным-давно, потому что мы предали не только те республики, с которыми мы жили вместе. Мы предали этнических россиян, с которыми мы вместе жили, которых отправили туда. Да, мы их бросили, и, в общем, у предателей нет будущего. Мы предатели, мы страна предательная. И у нас будущего нет, считаете вы, Денис? Ну, бессмысленно, да. Денис, а вопрос... Но мы не сможем победить. Не сможем. Вот эту огромную аромату ненавистников русских, ненавистников советских, друг друга, мы их не сломим. Денис, Денис, а теперь вопрос по поводу журналистов и роли журналистов. Денис, Денис, давайте все-таки с того, с чего мы начинали программу. Наш гость считает, что журналист здесь играет свою не самую лучшую, не самую положительную роль. Вы как считаете? Журналисты тоже отражение нашей действительности. Наверное, не самую лучшую роль. Наверное, журналисты замешаны, ну, тоже каким-то образом на деньгах. Наверное, они не то делают, что должны делать. Но это вот мы такие. Мы уже предатели. Или журналисты предатели. Мы все. Мы все оказались предателями. И поэтому империя, империя в хорошем смысле, российская империя, она разваливается давно, и она умрет. Это исход исторический. Спасибо, Денис. Вот эта точка зрения, она довольно-таки распространена, что мы сами вас сегодня виноваты. Нет, точка зрения глубже на порядок. И я хочу огромную благодарность сказать за эти жесткие, но очень честные и во многом правильные, к сожалению, слова. Мы предатели, как страна. И русский национализм, когда кричат против таджиков, когда надо отделить Кавказ и так далее, это люди слабые, которые уже взяли поражение, которые уже считают, что у страны нет будущего. Просто Денис переживает на эту тему. Хорошо, а ненационалисты тоже предатель? А ненационалисты, они... нет, большинство, кто разваливал СССР, это прежде всего жители Российской Федерации. Потому что жители Российской Федерации, они поддерживали Ельцина и так далее, который выстраивал свои отношения с этнократиями соседних государств в том смысле, что Москва, по сути, это москвичи прежде всего, отделятся от этих всех ненужных окраин, сядут вокруг трубы с газом и нефтью и будут жрать сласть 100 сортов колбасы, чтобы все таджики и прочие завидовали. Вот и все. Давайте сейчас успеем все-таки сделать формулировку второй нашей темы. Ситуация так совпала тоже связана с Таджикистаном, который, как считают некоторые эксперты, дал пощечину России речи о приговоре, о чем мы сегодня с вами уже говорили, упоминали российскому и эстонскому летчикам по 8,5 лет колонии строгого режима и тому другому дали. Мы следим за этой ситуацией. Вчера связывались с представителями авиакомпании, до нас позвонился служивец Владимира Садовничева, летчика. Мы общались с экспертами и все сходились в выражении надежды на то, что сейчас выступит МИД, первое лицо государства, это недоразумение разрешится. Но вот МИД мы знаем, что несколько дней созванивается, никак не может дозвониться с таджикистанскими своими коллегами. Сегодня президент отреагировал, он заявил, что дал поручение еще вчера всем государственным структурам заниматься этим предельно тщательно и МИДу, и правоохранительным органам, и министру юстиции, которые должны наладить контакт со своими коллегами в Таджикистане. И, заявил Медведев, вот мы дождемся официального ответа, а после этого будем уже принимать решения, которые разные, как симметричные, так и асимметричные. Асимметричных и асимметричных мерах. Какие здесь более уместные в наших отношениях, в отношениях двух стран, в позиционировании России на международной арене и в этом регионе, мы уже поговорим после выпуска новостей. Позиция. Стоять до последнего. Итак, Юрий Васильевич, асимметричные и асимметричные меры. Асимметричные, ну что, мы можем задержать тоже пару таджикских летчиков, конфискацию самолетов в произвести, да, предположим. Асимметричные, ну там, как верх этих мер, введение визового режима, предположим. Ну, предположим, предполагаем. В данном случае, чтобы, как сказать, чтобы не потерять лицо, что ли, вернуть себе лицо в этой ситуации России, ну, если это необходимо сделать, какие меры она должна принять, на ваш взгляд? Ну, я, конечно, считаю, что нужно обсуждать не возврат лица, а возврат летчиков домой. Возврат лица, это понятно, так. А проблема, как раз, как вы и говорите, она прямо противоположная. Все обсуждают, как прикрыть кое-что свое и сделать умный вид, да еще поговорить про всякие там престижи и так далее. А ведь ситуация, она выясняется за счет одного простого вопроса. А когда летчики попали в заключение в марте? Восемь месяцев прошло. Восемь, ровно восемь месяцев. Как сегодня МИД заявил, что они всего лишь два месяца спустя узнали об этом. Они должны были узнать спустя три дня. Я понимаю. Нет, они не должны были узнать три дня. Вопрос в другом. Вопрос в том, что это провал, просто провал, прежде всего, тех, кто отвечает за наших граждан за рубежом. Российской дипломатии. Ну, российской дипломатии. Так оно и есть. Так. Хорошо. Поэтому давайте с этого начнем. И дальше, следующий вопрос. Когда суд на этой неделе должен был состояться, про это опять знали все. Где выступление всех тех замечательных людей, которые сегодня все стали выступать? Понимаете, восемь месяцев все молчали, сегодня все выступают. Замечательные люди. Там, там, председатель комитета такого, председатель комитета сякового. Это туда, это сюда. В партии в том числе. Я понимаю, теперь каждый сейчас от работы скажет, надо визовый режим. Там, я и говорю, вплоть до томогавки, завтра томогавки и так далее. Классно, все попиарятся. Что надо-то сделать? Как что надо? Надо первое. Вот, все, это уже случилось. Нет, первое надо, вот мы продолжаем на самом деле один и тот же разговор, изменить нашу центрально-азиатскую политику. Потому что у нас, на самом деле, к сожалению, у нас масса посольских людей, они к нашим соотечественникам, не к таджикам, а к нашим собственным соотечественникам, в том числе гражданам России, которые приземлились. Они относятся как к людям второго сорта. Понимаете, я это знаю, я это говорю ответственно. Наши дипломатические кадры по этому направлению, самого последнего сорта. Почему? Потому что все хотят в Париж, все хотят туда, Средняя Азия никому не нужна. А вот, например, у американцев за последние два года произошла полная смена всех послов по Центральной Азии. Произошла замена руководителям ЦРУ, стал Петреус, который генерал знает этот регион прекрасно. В Госдепе чиновники появились, прежде всего Браунфилд, который занимается прекрасно Центральной Азией и под эгидой якобы борьбы с антинаркотическими, так сказать, с наркотиками и с наркотрафиком и так далее. Выстраиваются тяжеловесы мировой политики. А им противостоят несчастные люди, видящие в Средней Азии отстой и тупик своей карьеры. Почему они ориентируются на Азию? Нет, они-то понятны почему, потому что им нужно контролировать Центральную Евразию всю, поэтому они стоят и в Афганистане. А у нас МИД только в апреле этого года, например, узнал, что там есть базы. И разразился, разразился вот такой вот страничкой, где сказано, что мы узнали, что идет переговор по поводу баз. Знаете, вот вообще это нарушает все вообще серьезные меры. Нейтральное государство, неправильно применив термин нейтральное в официальном заявлении МИД, неправильно, абсолютно антиюридическое термин и так далее. И в конце говорится, мы еще оставляем за собой право поговорить на эту тему. Итак, наш гость считает, что Россия, как и другие сильные, как и другие державы, мировая держава, должна ориентироваться, повернуться лицом к Азии, ориентироваться в своей политике, во внешней политике на Азиатский регион. На Азиатский, но есть Азия большая, есть там, в конце концов, Ближний Восток и так далее, да? А есть все-таки наша Центральная Азия. На Центральную Азию. Это самый большой приоритет сегодня после Дальнего Востока. 916-55-81. Центральная Азия. Это наш приоритет во внешней политике. Вы разделяете такую точку зрения, звоните 916-55-81. Нет, считайте, у нас своих, в конце концов, собственных проблем много. Наше будущее это Европа. 916-55-82, 916-55-82. Идет голосование, и сейчас начинаем принимать звонки от тех слушателей, которые не согласны с нашим гостем Юрием Крупнов, председателем наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире говорите. Не захотели. 788-107-0, пожалуйста, не молчите. Алло. Делается сашприемник, да. Алло, здравствуйте. Вас зовут. Я как раз таки вот гражданин Таджикистана. Алло. Да, слушаем вас. Как вас зовут? Вы знаете, вот последние 2-3 года, как все время говорят о Таджиках. Все время, все время. Вот вы сами верите в то, что вот этих летчиков посадили? Не зашло, абсолютно не зашло. Они такие водовечки невинные. Вы сами верите? Нет, нет. То, что там много неправильного в приговоре, я не просто верю. Я знаю, поскольку видел базовые документы по этому договору. Это первый момент. Но вопрос... Ну, во. Да. Мы сейчас обсуждаем. Нет, этот вопрос. Нет, я понял. Ну, вот такие сады, как Жириновский, например, все время о границе говорят. Так, подождите, подождите, подождите. Закрыт границей. Подождите. Во-первых, наш гость, наоборот, призывает к обратному. Нет, я вашего гостя, конечно, понимаю и поддерживаю, что он правильно говорит. А как вас зовут, скажите? Меня зовут Азиз. Азиз. Да. Смотрите, наш гость утверждает, что сейчас Москва в своей внешней политике должна ориентироваться на Центральную Азию. Вы хотите с этим послушать? Конечно, естественно. Конечно, естественно. Мы уже 70 лет нас уже изучили вдоль и поперед. В этом вы единогласны с нашим гостем. И все-таки по формату программы. Напоминаю, мы принимаем звонки. Вот, подводим результаты голосования. 62% разделяет Юрий Васильевич, ваша точка зрения, не 62, а 38. Готовы поспорить? Причем результаты голосования очень схожи с первым голосованием. 788-107-0. Алло, здравствуйте, слышу вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, к сожалению, к гостям, ну, если провести референдум, ну, мы русские, мы хотим жить в русском государстве. Среднюю Азию мы здесь видеть не хотим. Ну, вот проведите голосование. Будет процентов 90 за то, что нам эта Средняя Азия не нужна. Так если такой человек представляет интересы русских в русском государстве, зачем это нужно? Спасибо. Это вот сообщение, да, которое вот было, зачем нам, где-то мы там видали Среднюю Азию и так далее, вот, помните, я вам зачитывал. Ну, это отражение убогости, убогости, и это отражение тех, по кому пройдется маховик истории, и которые русских просто в итоге вычеркнут из истории своей такой вот, на мой взгляд, примитивной зоологической позиции. Это нам приговор. Если 90% на референдуме такое скажут, это будет окончательный нам приговор. Мы уже развалили СССР, потеряв всю свою геополитическую субъектность. Нас полностью разграбили и продолжают грабить, вывозя капитал. И при этом все эти сусальные псевдо-русские, еще мне, русскому, меня еще учат, так сказать, кто такой русский, кто такой нерусский, что там чего должен. Поэтому это деградация. Вот и все, просто по факту. Ну, вот у нас саммит АТЭС открывается, когда 11-го, да, 11-го очередной саммит АТЭС, и аналитики, готовясь к этому саммиту, говорят о роли России, что Москва уже проиграла Китаю стратегическую роль. В данном случае связняка вот некого такого моста между Европой и Азией, и она оказывается на задворках этого клуба АТЭС. Если мы сейчас переориентируемся своей внешней политике на Центральную Азию, сможем ли, есть ли у нас сила отыграть свои позиции? У нас есть все силы, все ресурсы, все возможности. Просто другое дело, что мы не играем ни во что. Мы просто ни во что не играем. Мы играем по простой причине, потому что сформировано сознание пораженцев, проигравших. Дальше одни, как вот Денис, честно говорят, что мы предатели, по сути, развалили сами свою страну, если брать в целом, и мы проиграли и так далее. Но одни переживают, как Денис, а другие радуются, что мы проиграли замечательно, теперь мы всех накажем тех, что мы пошлем куда-то подальше таджиков и еще кого-то, и будем такими хорошими русскими скоро на территории, наверное, Московской области. Если мы сейчас не изменим свою внешнюю политику в отношении Центральной Азии, что будет через пять лет? При том, что другие страны, державы, как вы говорите, дипломатически как минимум укрепляются? Первый пункт. Вот эти русские националисты, которые отражают, на самом деле, являются пропагандистами той части олигархии продажной, которая вывозит наши ресурсы за рубеж, которые все семьи живут в Лондоне, не менее 400 тысяч человек, и они отражают эту точку зрения, потому что через пять лет и даже быстрее, в Афганистане будет 40 военных баз, а НАТО будет стоять у Тюменской области, у нашего газа и нефти. И трубы не останется у этих дураков, которые сегодня пропагандируют, как казалось бы, очень приятное и тешащее самолюбие псевдо-русских, вот этот вот, так сказать, изоляционизм. Просто будет НАТО стоять не где-то расширяясь на востоке, а конкретно по Тюменской области, и конкретно не будет ни газа, и будет перерезана страна надвое и поделена, так сказать, теми субъектами, которые хотят жить, играть, которые интересуются мировым целым. Игорь Васильевич, последний короткий вопрос. А деньги-то у нас есть на это, на то, чтобы инвестировать? У нас гигантское количество денег, просто у нас их избыто. Но они увозятся всей страны и не употребляются ни на Кострому, ни на Среднюю Азию. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции и регионального развития, был у нас в гостях. Юрий Васильевич, благодарю вас за беседу. Спасибо. Ни тени сомнений. Позиция.